друзья всем привет всем здравствуйте мы находимся в мурино это ленинградская область сегодня обманутые дольщики жк 39 киноцарства вот объект справа проводят очередную массовую акцию для привлечения внимания к своим недостроем проблеме обманутых дольщиков сегодня они пригласили священнослужителя батюшку чтобы осветил стройку и скорейшее строительство началось достройка этих объектов подобная акция она связана с тем что уже пять лет дольщики обращаются во все инстанции во все власти все какие есть и к сожалению и до сих пор идет ну до сих пор не достроены дома поэтому они решили заручиться высших сил в достройки своих объектов на этой неделе дольщики побывали в москве на акции на пикетах перед приемной президента перед госдумой на красной площади даже кого-то из дольщиков задержали я насколько знаю там были целая команда обманутых дольщиков ленинградской области поэтому но люди в отчаянии вот здесь 1200 семей ждут пять лет уже своих домов естественно они пытаются привлечь внимание к проблеме власти ленинградской области не решают их проблему федеральной власти тоже поэтому они постоянно вынуждены обращаться ко всем кто может им помочь чтобы понимали очень но я вот свыше вот сами виноваты и сами вот жадные решили приобрести жилье у непонятно кого из строителей но чтобы внимали это же люди которые берут ипотеку причем они обращаются в банки причем банк дает аккредитацию не каждому а именно надежным застройщиком и они покупают не дал уже у сбербанка или у других банков эту ипотеку не просто же тогда опять же это люди которые вынуждены покупать где-то рядом с работой до это мурина рядышком станция метро девятки на буквально так понимаю в 10-15 минутах езды и стараются где-то что потому что петербурге есть хоть какая-то оплачиваемая работа поэтому те кто люди говорят вот дольщики сами виноваты сами себя это это абсолютно неправда абсолютно никто не застрахован от этого чтобы понимали в активатике мы освещаем каждую неделю проблемные объекты с обманутыми дольщиками каждую неделю это сотни тысячи семей которые были обмануты которые правительство власти не защитили не сберегли их их права да потому что власти прекрасно знают у кого у какой компании проблемы они монитор они же принимают работы у них же на каждом этапе они проводят у них там есть госстройнадзор который постоянно мониторит состояние объекта не знают кто задерживается кто не 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 успевает сделать какие-то работы поэтому они в курсе когда у какого-то застройщика возникают проблемы или могут возникнуть проблемы и поэтому это власти кидают конкретно людей которые и так ну сложности да они вынуждены платить ипотеку снимать квартиру заботиться о своих семьях да и платить ежемесячно за воздух и за свои недостройки поэтому естественно они проводят стараются проводить акции для привлечения внимания и вот сегодня мы в ленобласти на вот такую акцию с привлечением священнослужителя для освещения объектов с нами сегодня и другие активисты которых я попрошу прокомментировать ситуацию рассказать что вообще в принципе можно сделать чтобы защитить дольщиков мы находимся вот мурина здесь что вы понимали везде везде вот такие очень высокие здания очень очень ну депрессивное место честно вам скажу я сам вышел живу высотном доме но когда у тебя вокруг все высотки да и везде вот везде вот грязь везде не достроена везде какие-то краны это конечно но не депрессивно на самом деле но тем не менее люди пытаются где-то хотя бы иметь какой-то несколько квадратных метров чтобы жить и как-то заботиться о своей семье так что друзья сегодня освещаем акцию очень ну еще один момент хочу акцентировать дольщиков очень прессует информационно власти пытаются их блокировать и не давать чтобы сми выходили статьи сюжеты про дольщиков обманутых есть такое в ленинградской области например почти все ну там 95 процентов сми они подконтрольные и придворные сми до подгубернатора и естественно они не пишут о проблемных каких-то делах проблема к проблемных объектов естественно если какую-то новость продольщиков пишет то исключительно в позитивном каком-то ключе да или тони поэтому а проблем очень много тысячи я и каждый каждую неделю я узнал о всем новых и новых объектов я честно но удивлен что подобные проблемы не решаются и активатика старается помочь придать огласки поэтому я вас тоже прошу делитесь новостями распространяете новости в какие-то районные группы не знаю областные группы тематические группы что по всей россии эта проблема действительно по всей россии так ну там что-то говорят организационные моменты я что-то попустил сейчас постараюсь узнать я так и предполагаю что идем где-то ближе то ли к воротам то ли еще какие-то друзья очень важная информационная поддержка в таких случаях когда люди столкнулись с бедой с проблемой проблема как я говорю она федеральная во всех регионах есть обманутые дольщики и к сожалению почему-то это не решается и нужно проявлять солидарность и максимально помогать в таких случаях поэтому когда вот сейчас у нас эфир идет в группе на фейсбуке параллельно тут же на сайте активатико.орг по всем нашим ресурсам распространяется телеграмм вконтакте берите просто вот новость трансляцию и раскидывайте потому что действительно вот смотрите здесь движутся прям как крестный уход наверно сейчас делают люди ждут своих квартир пять лет у кого-то понятия но дети да друзья у кого-то из семьи появились ну родились дети да за эти пять лет пока ждут квартиры кто-то к сожалению не дожил мы освещали буквально две недели назад итальянский квартал дольщиков акцию и там была прямо памятная доска ну местные жители соседи организовали доску где написали имена жителей которые соседи которые не дожили к сожалению до получения ключей и до достройки квартир как вы видите но здесь дороги отсутствует полностью что малыш какой-то упал я конечно стараюсь медленнее идти но вот оно как это все выглядит очень депрессивно очень неприглядно вот такое как после бомбежки но явно здесь не достроен да не построили еще дороги под ним под нами какая-то бетонка по моему плиты но так как никто их не чистит ну и здесь ничего не строится ничего не происходит ведь в ком виде прямо вот мы видим что на объекте так и зависли какие-то там доски или что это по-моему это опоры после бетонирования или как они там называются прямо как как поставили так и оставили то есть ну строили строили и перестали мы идем явно в какой-то дну место но я не знаю как я пропустил организационный вопрос я надеюсь со со звуком все нормально будет потому что какие-то моменты они пропадали вот смотрите у не 100 петро сталь это застройщик строительство многоквартирные объекта многоквартирные живые дома со встроенными помещениями застройщик зао унис по заказчик петро сталь так вот смотрите начало строительство квартала 2016 окончание строительство 4 квартала 2019 ну вот первые корпуса должны были я так понимаю еще в шестнадцатом году последний в 2019 должно были быть зданы все корпуса я сразу скажу что это не первое провести службу здесь на месте а а это прямо у кали они пытаются попасть на объект здесь вот на объект да так смотрите это не первый раз когда дольщики пытаются провести службу прямо на объекте предыдущий раз сорвалось не получилось потому что ну явно было оказано воздействие на священнослужителя и эта служба не удалось провести здесь на объекте поэтому дольщики просят не показывать батюшку не показывать его лицо хотя другие говорят он сам не против поэтому друзья я ну постараюсь чтобы не показывать лицо потому что они переживают что у него будут какие-то проблемы ну я буду стараться не показывать лицо священника поэтому вы имеете ввиду что ну вот как-то вот 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 так вот все пытаются и не навредить другим людям которые хотят помочь вот он явно вот это официальный вход вот смотрите это охранник что-то задвигался или кому-то там стал звонить да 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 вот охранник кому-то уже звонит вот он такой объект застывший замороженный и ничего здесь не происходит я подойду ближе к людям они наверное хотят пройти на объект я так понимаю и поэтому пришли а почему 20 человек ну это же как бы ерунда нет 1 бы давайте еще вранске в вранске на конце и все кх а ты записала меня ой так умница вот он вот он 17 отлично все супер по счете большой ты где а я не понял зачем куда и чё только что остальные здесь наружу что ли остатка может мы здесь прямо проведем ну записался но вы поймите это же как-то нелепо нет что только два человек могут пройти на объекте что вообще-то это ваш в это ваши квартиры как-то вас не пустит к вашим квартирам странно сейчас во вторых посвящение своего дома который у нас к сожалению ирина михайловна не строится уже последнее время они хотят просто видеть это все поэтому нельзя же отказать людям это не манифестация это не митинг они без плакатов а настроены очень мирно хотят послушать батюшку религиозный обряд провести религиозный обряд батюшка готов да секундочку доброго дня ирина михайловна давайте уберем грубку сеть там нет как стенки что там самая недостроенность самое скажем так запущенная и не успевшая вырастить вот на этом месте как бы ничего там вокруг не бегая мы послужим молебен покрапим чтоб она не так вот мы сам и выберем самый несчастный который из них это 11 11 город самый самый непостроенный да самый непостроенный сейчас сейчас подожди да Но у нас не Санкт-Петербург, у нас Ленинградская область, другой субъект Федерации. Да, да. Так, пока я, насколько понимаю, позвонили строительной организации. Ой, здесь очень скользко, чуть не упомяло. Напротив это дома, другая организация, там строится, насколько я понимаю. А вот здесь люди, которые соседние через дорогу, не строятся. И они сегодня пришли, хотят попасть на объект недостроя, чтобы провести, вот как говорят, у самого проблемного корпуса, где меньше всего достроен обряд. И, ну, я понимаю, жители, честно вам скажу, что когда власти, они ничего не предпринимают, они ищут любую возможность, чтобы, ну, вот, хоть к Богу обратиться, хоть, хоть, может, это как-то поможет. И поэтому они вот пришли сегодня на такую, такую акцию проводят. Пытаются что-то, я вам скажу, очень активно, Тридевятки на царство, они регулярно какие-то акции проводят. Они сейчас пикеты были на этой неделе, они сейчас акции, на прошлые выходные тоже у них была акция. Постоянно пытаются привлечь внимание, и очень нужна наша поддержка, общество, граждан, все, какие есть паблики, кто готов размещать об этом, пишите. Проблема должна звучать, на власти должно оказываться давление общественное, чтобы они предприняли какие-то меры по решению проблемы. Иначе никак, к сожалению, никак. Мы видим, что жители, они ни в чем не виноваты. Они должны были быть защищены законом, законы не работают, были должны быть должностными лицами защищены. Но тоже, к сожалению, они не предпринимают должных мер, действий для защиты прав обманутых удольщиков. И это очень плохо. Давайте я, может быть, у кого-нибудь попрошу, пока идет это... Это что? Вот тут документ, то, что обряд совершат. А здесь кто-то хотел пойти, но не пустили. Никого не пускают. Как смысл не пускают? Нет, все. Она договорилась, что сейчас нас пропустит три человека. Три? Батюшку, меня и помощника. Остальные постоят в воротах. Вот договоренность на сегодняшний день. Так, а мы не можем здесь прямо у ворот освещать? Ну, не хотелось бы. Понимаешь, мы же не ворот освещаем. Это же все-таки обряд. Да, дома, да. Они пускают, а мы постоим в воротах. Ну, тогда давайте, комментируйте, расскажите все, что вы думаете о застройщике. Я просто едина в этом, да. Давайте, я мне этим сейчас давать не буду, мы проговорим. А вы не митик, вы же говорите, у нас прямой эфир. У нас прямой эфир. Да, да. Ну, тогда давайте отойдемте в сторонку немножечко, чтобы... Так, может, люди тоже хотят послушать. Да, я бы сюда. Смотрите. Так, вы представьтесь и расскажите о ситуации, что происходит. Давайте. Спиридонов Андрей Леонидович. В общем, участник долевого строительства ЖК Дрекиллянки на Царство. На сегодняшний день мы собрались здесь, чтобы провести обряд освещения строеплощадки. К сожалению, в течение последних пяти лет у нас площадка не строится никаким образом. То есть дома, три дома, 9-й, 10-й, 11-й корпус стоят. На сегодняшний день мы пригласили батюшку для того, чтобы он провел обряд освещения. Надеемся с Божьей помощью, что произойдет чудо и нас начнут строить. Почему мы обратились к батюшке? Потому что сейчас идет между администрацией области, регионом и федеральной властью, это в лице фонда Дома РФ, торговля. Кто будет финансировать данную стройку? При этом эту нашу стройку, по всей моей видимости, фонд Дома РФ не собирается строить. Он собирается потащить постановление через правительство, которое приведет к тому, что большая часть строек в регионе, не только Ленинградской области, а во всей стране, будут свернуты. Они будут определяться по критерию. Если больше 50% степени готовности, они не будут выдвигаться на наблюдательный совет. К сожалению, все стройки в Ленинградской области имеют низкий степень готовности. А это значит, что люди останутся без квартир, без тех денег, которые вложили. А многие платят еще при этом ипотеку. Платят, как говорится, за воздух. Уже не один год. Спасибо за внимание. Сейчас что произойдет? Вы до чего успели договориться? Вы сейчас договориться успели для того, чтобы пропустили батюшку, одного еще человека, помощника и меня. Остальные люди будут стоять в воротах, смотреть за обрядом. Но в этом мы пока договорились с конкурсным управляющим. Я понял. А что за конкурсный управляющий? Ирина Михайловна Ларична. А это организация? Это организация? Это организация? Фирма какая-то? Да. Это СРО «Созвездие». Она отработает СРО «Созвездие». И это, будем говорить, производит конкурсное управление объекта, который прошел, будем говорить, обездачной суть и признан банкротом. Понял. Спасибо большое. Спасибо. Значит, друзья, у нас прямой эфир на Активатике. Если кто-то может рассказать, да, если кто-то хочет рассказать о проблеме, что происходит, с какими сложностями, трудностями приходится сталкиваться. Давайте не умеет превращать. А это ж не умеет. Я просто спрашиваю людей. Да, друзья, если кто-то готов что-то сказать, подходите. Интервью, как интервью. У нас прямой эфир. Давайте я вот... Значит, представьтесь и расскажите, почему сегодня пришли, что за ситуация. Меня зовут Душина Олеся Михайловна. Я являюсь дольщицей ЖК Тридевяткина Царства Ленинградской области. Пришли мы сюда для освещения, обряда освещения, потому что нам остается надеяться только уже на Бога. Так сказать, все инстанции мы прошли, письма все написаны, власть нас не слышит. Страховки наши исчезли, просто растворились. Ленобласть, Дрозденко, они с фондом ведут непонятную какую-то игру. Мы остались брошены. Вот весь народ, да, все дольщики, у всех ипотеки. У всех мы снимаем съемные квартиры. Лично я с маленьким ребенком на руках уже три раза переезжала из квартиры в квартиру. Нас никто не слышит. Мы стучались уже во все двери. Вот остался, не знаю, последний, наверное, выход какой-то. Спасибо большое. Друзья, кто еще? Давайте, вот, я вот здесь поставлю микрофончик. Да, представьтесь, и вот расскажите. Я курс Ильина Васильевна, пенсионер. И мы с мужем муж военный пенсионер. Мы положили деньги для того, чтобы дочери обеспечить квартиру. И тоже в стройку, в девятый корпус положили сыну деньги. Ну и в итоге вот получились, как бы деньги вложены, денег нет. Дети не могут жить. Это самое, у нас двухкомнатная квартира, у нас трое детей. И получается, что они ходят по съемным квартирам, не могут создать семьи нормальные, потому что они уже взрослые. Писали тоже в Ленинградскую область. Мы написали Мишу Устину. Писали это самое, я писала президенту. От президента пришло на Ленинградскую область. И они дают отписки, чтобы построить типа к 22 году. Но принимают такие законы новые, которые вообще не дают возможности построить этот дом. И до сих пор эти социальные отплаты, которые страховые, они потерялись где-то в федеральном бюджете. И из-за этого нет никакой возможности, что их вернут нам на достройку дома в Ленинградскую область. Идет вот эта непонятная возня. И мы все бьемся, бьемся. И вот единственное, что уже пришли, чтобы мы уже освещали в церкви. И теперь пришли вот сюда на объект, чтобы осветить это самое. Потому что уже как бы высшая сила, хотя бы она как-то помогла нам достройке этого дома. А кто ездил в Москву, может кто-то поделиться? Видеопикеты были в Москве? Да, вот Олеся Душина, которая выступала в Москве. Ага, были в Москве, на этой неделе, правильно? Я вот видел новости. Да, Андрей был в Ленинград, в Петербурге, возле правительства, предлигент. У полпредства, да, я понял. Хорошо, спасибо вам большое. Так, друзья, кто-нибудь еще хочет сказать про свою историю? Так, друзья, я предлагаю здесь надежды. Я думаю, что она нам дала разрешение, а там дальше нет, не надо их пускать сразу? Наверное, так, потому что лучшее сломанный телефон. Не, ну, охранник, вы же только что говорили с ней, она что, не разрешила, что ли? Что она нам сказала? Да. То есть она не сказала, что вас не пускать? Что-то сейчас согласовывается, не дарим, да? А что согласовывают тогда, если... Да они там тусуются, им-то все равно, они могут согласовать еще сколько времени. Что-то нам подойдутся. Что-то, если она дала устное согласие, давайте там три-четыре человека зайдут. Только с холлой, 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 с холлой. Рассказывали дольщики, договаривались о том, что их пропустят на объект. Но охранник не получил такой команды. Ну, вот сейчас обсуждают. Друзья, вот смотрите, я рассказываю ситуацию. Я почти каждую неделю освещаю новости по обманутым дольщикам. И, к сожалению, они очень боятся, очень переживают, что какие-либо активные действия, да, они могут повлечь то, что они даже вот свой вложенный капитал до сих пор не смогут получить. И поэтому они очень осторожничают, соблюдают все нормы закона. Там, маски, там, без плакатов, без что-то еще, да, вот это все стараются максимально соблюдать закон. Но закон-то их не защищает, закон-то не почему-то действует только со стороны граждан, да. И они очень боятся вот эта ситуация, да. И, казалось бы, в моментах, когда нужно проявить максимальную гражданскую позицию, там, выходить на митинги, на, там, я не знаю, какие-то общественные акции проводить, почему-то люди рабеют и не защищают свое, то, что им положено по закону. Я это наблюдаю у очень многих дольщиков, которые столкнулись с такой проблемой. Я не могу их осуждать, да, я не на их месте. Я не могу сказать, ну, я просто констатирую вот этот факт, что он есть. Очень переживают и очень боятся за свои вот эти, чтобы они что-то лишнее не сделали. Властям это очень выгодно. Вот очень, самым, самым большим выгодополучателям, это, конечно, властям, которые стараются утихомирить протест. И этим они пользуются, что как бы, ну, вот мы их сейчас успокоили, соответственно, мы можем еще какое-то время ничего не делать. И вот такая ситуация. А те, кто, ну, неудобные, те, кто громкие, те, кто проводят акции для привлечения максимального внимания, власти вынуждены с ними работать, понимаете? Они вынуждены решать их проблемы, потому что это доходит до Москвы условно. Москва им пофиг, они говорят, слушайте, решайте проблемы, что за ерунда, да? Да, там, достраивайте, берите откуда хотите деньги, достраивайте. Иначе, как бы, губернатор лишится своего места. И начинают двигаться, находятся деньги, понимаете? Но жители, к сожалению, вот этот нюанс, они вынуждены, их последние какие-то деньги, которые они вложили вот-вот в этот воздух, да? И они вот боятся потерять и этот воздух. Поэтому они проводят вот такие акции, максимально мирные, максимально не, ну, скажем, как это сказать, не критичные, не вопиющие, так сказать. Но, опять же, это их воля. И мы ее должны уважать, мы транслируем как есть. А я поделюсь просто своим мнением. Сейчас я узнаю, что здесь дальше. Это вы про пикеты московские рассказываете? Вы были в Москве? Расскажите про Москву, что там, как вы ездили, что делали там? Ну, мы приехали в Москву, значит, сначала мы пошли в правительство Российской Федерации, хотели занести наше обращение Мишустину. Нас, к сожалению, не пустили, потому что у них в связи с пандемией только было для юридических лиц. Вот, ну, мы письмо в своем конверт сложили и отпустили в почтовый ящик. Далее у нас были пикеты у правительства, то есть по одному с нашими плакатами. Обращались мы к тому, что к ним в связи вот с последним, что они хотели принять закон, постановление о том, что если менее 50, 50 или, да, или 51, я чувствую, плохо, 50% достройки, то там непонятно дальше, какая история вообще будет. То есть мы на долгие-долгие годы, скорее всего, останемся вообще недостроены и не получим своих компенсаций. Вот, то есть тема плакатов была такая. То есть вышли главный охранник правительства, он снял наши плакаты, наши документы снял, он сказал, что донесет это все до верха. Далее мы поехали, а вторые ребята, ну, у нас была группа, они стояли у администрации президента тоже с плакатами. Что за вторые ребята? Тоже от ваших? Да, 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 конечно. Вот, то есть мы разделились. У них также сфотографировали плакаты, документы. Им там разрешили, они смогли занести письма в администрацию. Далее мы поехали к фонду, фондом РФ. Там сначала никто не выходил, сказали, что у них в связи с пандемией нельзя личные встречи проводить. Но в итоге, когда мы встали с плакатом, была реакция на нас и вызвали помощников фонда, ну, который с нами провел небольшую беседу, вот, и сказано было, что тут ситуация связана... То есть они как бы не против, да, выделить финансирование, да, деньги есть, но они не могут договориться с президентом, да, между собой согласовать. Вот эту ситуацию, то есть непонятная какая-то игра идет, да, то есть страховки наши растворились, по идее, и должна была часть быть со страховок, часть с фонда, да, и часть с Ленобласти. Вот, в итоге деньги, страховые наши взносы непонятны, где теперь, вот, и фонд с Дрозденко не могут договориться. То есть Дрозденко говорит, что у Ленобласти нет, как бы, такой суммы, да, по сути, там 70% получается. Ну, вот, фонд, как бы, согласен вложить, вот, но он не согласен вкладывать более, ну, указанной суммы, там, процентов. Вот, ну, в общем, такая ситуация. Так, а в чем сейчас, ну, Дрозденко не дает денег, или что? А, я понял. Так, ладно, хорошо, а что-то я там слышал, кого-то задержали, или это других ящиков? А, нет, это другие дочки, у нас единственная там была ситуация, что, ну, так как я уже говорила, что дочь мне приходится работать на двух, на трех работах, у нас одна девушка, она от работы в сутки, и поехала на пикет, вот, она упала в оморок. Ага, прям во время пикета? Прям, вот, она со мной, да, была, мы с ней были вдвоем, прям, у правительства Российской Федерации, ей стало плохо, вот, ну, как бы, мы замерзли, там, прохладно достаточно, что он около набережной идет, ей стало плохо, и она упала, да. Я понял, спасибо вам большое. Да, нет за что. А вы мне скажите, а у вас есть группа, где вы там пишете, вводите деятельность, группа дольщиков? Есть, конечно. А можете кто-нибудь показать, где она вконтакте, или где? А ну-ка, слушай. Чтоб я просто видел ее, а то я что-то так и не нашел. Как она выглядит, шапка, шапка, группа шапка? Да, не пачкают. А, я понял. Ну, хорошо, кому скинуть тогда трансляцию, потом новости, это все. Давайте я вам сейчас скажу номер телефона, я просто не из инициативной группы, у меня здесь как бы номер, я вам могу номер сказать, и вы можете скинуть. Давайте у меня трансляция, пока, трансляцию номер не будем давать. Так, хорошо, кто-то еще хочет добавить, что-то прокомментировать? У нас прямой эфир, говорите все, что считаете нужным. Так, друзья, ну вы слышали, даже в Москву ездили дольщики, чтобы обратить внимание на себя. Я, насколько понимаю, все-таки пустили батюшку внутрь, и кто-то еще, я так понимаю, все-таки удалось нескольким людям пробиться. Ой, смотри, там один человек, да, и с батюшкой, да. Ну вот, вот такое, давайте мы попробуем посмотреть, что там через щель, да, смотрите, как проходится, в каком унизительном, я считаю, условиях унизительных проходится даже вот служба для освещения, а не достроев. А можно я вот эту чересчевочку? Да, пожалуйста, конечно. Они прямо ушли вдалеке. Вдалеке вот это они, да? Вот, смотрите, аж куда туда пошли. Позорище. Я тоже считаю позорище унижение. Переселку в воротах. Да, да, на свой дом, на свои же квартиры, за которые каждый месяц платите. Алла, ты эфир ведешь? Да, я веду эфир. Так, а когда ты мне, давай комментарии мне тогда, прямо у себя в эфире. Давай я тебе твой эфир буду вести тоже. Мой эфир будешь вести. Да, я так подержу. Давай, сейчас. Меня люди слушают. Так, ну что. Мой дорогой, вешай мне микрофончик. Да. Значит, ты представься для наших вот здесь на Активатике. Да, конечно. Ну, все, отлично. Представься и расскажи вот по ситуации этой с Аманками и Дольщиками. Добрый день, друзья. Меня зовут Андрей Ваала. Я гражданский активист. И так же получилось, бывший обманутый Дольщик, группа компании Город. Мы смогли добиться достройки наших объектов. Я все это прошла. Я прекрасно понимаю этих людей. Я прекрасно понимаю их ситуацию. И ситуация, ну, чудовищная. Нормальных, цивилизованных слов, чтобы описать то, что происходит, невозможно. Их уже просто нет. Государство защищает застройщика. Государство защищает тех людей, которые неизвестно куда потратили деньги. Тысячи людей. Вот если мы возьмем одного застройщика, да, вот это ЖК. Здесь больше тысячи договоров долевого участия, дольщиков, да. Вот мы берем просто цифру тысяча. Ее надо умножать минимум на пять. Потому что у каждого есть семья практически. У каждого дети. Другие родственники, родители, братья, сестры. Вот женщина перед этим рассказывала, да, что у нее трое детей и двухкомнатная квартира. Они здесь купили двум детям, чтобы они смогли как-то отдельно жить, да. То есть дети не могут создать семью. Фактически количество людей, граждан Российской Федерации, которых затронула эта ситуация, это, ну, десятки, сотни тысяч людей. И на каждом объекте, повторюсь, надо учитывать не тысячу договоров долевого участия, ну, для примера, тысяча, а это надо умножать минимум на пять. И почему государство защищает застройщика, а не защищает простых людей, лично для меня это, ну, непонятная ситуация. С другой стороны, она понятная, потому что, как правило, у каждого застройщика есть свои люди где-то там наверху, и эти люди, они не дают возможности заводить законы, которые защищали в первую очередь граждан. Но почему люди должны ждать годами своей квартиры, за которой они заплатили деньги, а застройщик где-то там гулять? Почему это происходит, ситуация? То есть фактически, фактически, ну, люди брошены. Для того, чтобы достроить эти дома, нужно почти три миллиарда рублей. Три миллиарда рублей, где их взять? Законодательство наше, оно таким образом создано, что, возможно, чиновники и смогли бы достроить эти дома, захотели бы, но для того, чтобы достроить эти дома, застройщик должен пройти процедуру банкротства. А это годы. То есть такой закон, он застройщик так просто к себе на объект тоже никого не пустит. Если под домами, которые строятся, земляк, тем более в собственности у застройщика, то это еще большая проблема. Он фактически, реально, по закону имеет право никого сюда не пускать строить. То есть государство, те люди, которые придумывают законы, они так придумали, что эти люди нехорошие, которые не строят дома, они пользуются этой ситуацией в том числе. И крайними остаются граждане, которые ждут свои квартиры годами. Дальше чиновники, они тоже не могут так просто найти деньги. Где найти несколько миллиардов рублей, чтобы достроить эти дома? Нужен инвестор. Для того, чтобы зашел сюда инвестор, ему нужно какую-то вкусняшку дать. Например, кусок земли, на которой бы он построил дома, реализовав их там, и в том числе за счет выручки какой-то своей достроил это ЖК. Но так просто эту землю не выделить по закону тендер, так же возможно было бы выделять какие-то государственные стройки этому застройщику. Есть же у нас государственные контракты, по которым строят для государства какие-то объекты большие, маленькие, различные. Но это опять же тендеры. То есть фактически чиновники, они связаны этими законами по рукам и ногам. И так же они не могут помочь своим гражданам, жителям своим они не могут помочь. Это не так просто. Это огромное количество согласований. Это как ЖК 3 Апельсина и Назаречный. Уже больше года длится подписание документа с инвестором. Потому что законы таковы, что чиновники, вот они обязаны их соблюдать. И невозможно их не соблюдать. Так вот, фактически, если бы государство захотело, ну опять же, возможно я не права, но отделить застройщика и дольщиков, застройщикам решать вопрос отдельно. Лично я как человек, который все это прошел, я считаю, что уголовные дела просто обязательны. Эти люди должны знать, что у них будут судимости уголовные, что у них будут стоять штампы везде, в документах о том, что они воры и мошенники. Что их дети не смогут пойти работать на госслужбу, не смогут пойти в армию служить и так далее. Ну а как еще их напугать? Ну как еще этим людям доказать, что так делать нельзя? Как их еще заставить? И получается, что отдельно отделить застройщика, пусть они там с ним решают банкротство, уголовные дела, суды, а людям взять и достроить дома, чтобы люди жили. Пусть идет процедура банкротства, но почему люди должны ходить кругами, вокруг этого недостроя? Ведь каждый день просрочки строительства долгостроя, каждый день, это фактически увеличивает достройку. То есть этот объект, он становится дороже с каждым днем, его достроить. И не понимать этого люди, которые придумывают законы, которые руководят нашей страной, не могут. Тут нужно какое-то единое федеральное решение. На федеральном уровне это же не одно ЖК. Вот мы уже сколько ЖК проехали с Крессимиром за последний месяц. И это происходит везде, по всей стране. Практически в каждом регионе есть такая беда. Кто в этом виноват? Кто ответственный за решение этой проблемы? Вот нет ответственных. В каждом регионе должен быть ответственный человек, глава региона. Человек, который отвечать должен за каждый объект. И за каждый объект он должен отвечать кровью, расписываться. Потому что тысячи людей ждут свои квартиры и не могут нормально жить. Ну, друзья, может быть немножко эмоционально, но это реальность, которая она есть. И, к сожалению, повторюсь, люди простые, они не защищены никак от этой ситуации. Защищают только чиновников, застройщиков. Ну и, само собой, чиновников, которые каким-то образом должны были контролировать этот процесс. И вот этот процесс превратился в годы ожидания. Спасибо большое, спасибо Аллу. Так, сейчас я заберу. Да, друзья. А, давайте, давайте тоже. И сейчас я вам сюда его просто... Да, представьтесь, ну и расскажите. Меня зовут Татьяна. Ну, я, в общем-то, вот выслушала то, что говорила Алла. Я хочу добавить, что вопрос у нас поднимается к федералам. И почему они не принимают законы. Более того, я скажу, законы принимают совершенно и не в пользу. А вот именно сегодня и сейчас на портале правительства федеральных законов висит совершенно людоедский документ, который там сложно он как-то называется, о мероприятиях, которым обязательно должны соблюдать дома, которые выставляются на... Ну, там очень сложно вот этот вот административный язык. Я, к сожалению, на память не смогу вам сказать. Его подготовил этот документ не в Союз, Россия. Он сейчас висит на обсуждении. И если он будет принят, то практически там ставятся совершенно невыполнимые требования, невыполнимые условия, которые... Когда люди могут даже хотя бы надеяться на то, что вот когда-то кто-то их рассмотрит. Ну, например, вот в качестве примера вот этот вот 9-й корпус, 10-й корпус, видите, он построен на 40%, и он уже автоматически не подлежит никакому рассмотрению. Он уже недостаточно хорош для того, чтобы вообще объем тут как-то печалиться. Потому что вот во все эти рельсы законодательные помощи дочекам попадают объекты только вышедших. И это происходит сегодня, здесь и сейчас. И там еще 8 таких компунктов по инженерной инфраструктуре, юридически и так далее. То есть вот таким образом законодательство об нас печалится. Значит, и если вот, не знаю, куда этот прямой эфир ведет, если у вас есть так силы и возможности, зайдите, как-то выразите свое мнение на вот этот портал федеральных проектов. Там дизлайки можно ставить, комментарии можно писать. Потому что, ну, что-то как-то вот... Вот эти все разговоры на кухнях о том, что над нами просто издеваются, это вот прям прямое доказательство. А может быть есть какой-то пост? Посыл этого документа, просто даже вот читаешь и не веришь, что вообще вот человек, у которого была мама, вот может такой вот написать, просто полностью лишив всех остальных надежды. Вы скажите, это случайно... Есть пост, информация про этот, ну, этот закон где-то, ну, чтобы отдельно написать про это? Ира! Может быть есть ссылка на... Есть ссылка, я, если сейчас, ну, как бы могу зачитать, ну, потому что я, ну, как, если мы сами... Не-не, я имею в виду, есть ли где-нибудь ссылочка на пост про, где разбирается этот закон, чтобы я мог распространить? Есть, но я не знаю, как это сделать. Хорошо. Хорошо. Ну, вот, значит, ну, что касается наших чиновников, все как-то делают вид, что это наше личное дело. Вот мы пошли где-то, ну, они в переходе заключили эти договора, а мы заплатили со всего налоги. Эти все стройки, они аффилированы, в общем-то, правительством. Земля выделена, лицензии всеми получены. То есть как-то все такое-то на взрослом уровне все это решалось. А потом, когда, значит, начинается проблема, вдруг никого нет. Оказалось, что, значит, ну, вот как вот у нас было, вот на перпичнике 20 лет уже на этом плюке, русская рулетка. Так и все. Так и пожалуйста. Покажите мне постик на вот этот закон, или вы мне ссылку на закон сам хотите? Знаете, да, я сейчас сброшу, только я не боюсь, что у меня... Это все только вот ВКонтакте я могу сделать. Давайте так, я вам вот сейчас вам покажу, как меня зовут, и вы мне скиньте ссылочку на это. Просто у меня имя такое. Красимир. Красимир? Да, да, да. ВКонтакте я вас могу найти? Да, 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 вот смотрите я. И вы мне скиньте ссылочку, я специально про этот... Ой, что-то у меня не включен. Интернет. И вы мне скиньте ссылочку, и я... Вранский, Красимир Вранский, да? Да, да. По-русски я могу набрать? Да, да, да. Сейчас, сейчас у меня... Вот он я, вот он, смотрите. Красимир Вранский. Давайте я сейчас сделаю. И скиньте мне ссылочки, я смогу опубликовать, раскидать. А я давайте вот общий кадр здесь... Да, друзья, люди делятся своим впечатлением, очень важная информация, да, что когда нужно строиться, тут же якобы все очень серьезные, все организации честные, правильные, имеют опыт достройки, а когда случаются какие-то проблемы, то внезапно все пропадают. Да, друзья, ну, я хотел бы подытожить, что сегодня вот здесь в Мурино проходит акция обманутых дольщиков ЖК-3-9 на царство. Вот он здесь объект, несколько корпусов, 1200 семей обманутых, которые уже 5 лет не могут получить свои квартиры. Сегодня дольщики пришли, попросили, ну, привезли батюшку, батюшку, чтобы он осветил этот проблемный объект, потому что надежды на властей никаких нету, да, они обращались везде и всюду. Но не допустили людей, допустили только батюшку, его помощника и одного дольщика, то есть троих человек только допустили, да, на сам объект, чтобы произошло освещение. Я считаю, ну, это полным унижением, да, со стороны, кто тут управляющая компания. Это мое мнение, я на нем настаиваю, потому что это издевательство над людьми. Не достраивают дома, жители, люди и граждане вынуждены платить за воздух, вынуждены проходить кучу страданий, неудобств, и даже в свои квартиры не могут попасть и провести, ну, там, обряды, которые считают нужными, и как-то заручиться высших сил, поддержки высших сил. И это им даже не дают. Это мое мнение. Спасибо вам, друзья, что вы были с нами. Мы из Ленобласти вещаем, акция обманутых дольщиков. Прошу распространять, делиться, потому что это беда. В каждом регионе тысячи семей, десятки тысяч, которые остались без крова, которые вынуждены платить ипотеки огромные, снимать жилье, растить детей, создавать семьи каким-то образом невероятным. Не благодаря и помощи чиновников, а вопреки их деятельности. Спасибо вам. Это был Красимир Вранский из Ленобласти. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok